Ах, хорошая, заводная музыка! Устали, пока занимались. Устали танцевать и устали приседать. Ведь мы говорили, Вячеславу, только что о том, что нормы готовы никто не отменял, и мы... Лицом в грязь не упадем, мы ему покажем. Мы в музыкальных перерывах постоянно занимаемся спортом, готовим себя к этому. Угу, вот тут-то я смотрю, прям такой вот качок. Подколола, я чуть позже подколол. Ладно, смотрите, у нас ведь весна. Весна на носу, скоро уже, вот она близится, уже чувствуется, потому что крымская зима, она чуточку весна такая. Да, хочу всему покажет. Весна, пора любви. Пора говорить о любви. В воздухе просто вот это вот нежное чувство витает, и оно ощущается всеми. И мы сегодня на тему любви и на тему того, как можно запечатлеть самые красивые моменты любви, будем говорить с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях фотограф Сергей Терещенко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы перед этим с Сергеем уже оговорили и скажем сейчас телезрителям о том, что 12-го числа будет выставка у Сергея, которая называется «Мечтатели», посвященная Дню Святого Валентина, Дню Всех Влюбленных». И так вот, небольшой подарок можно получить от Сергея лично. Вот мы хотим, чтобы Сергей сам сейчас озвучил идею, очень хорошую идею. И вы внимательно, пожалуйста, слушайте, фиксируйте. Потом еще раз напомним. Итак, конкурс, который Сергей предлагает для наших телезрителей. Каждый зритель может прислать свою историю любви в редакцию. На e-mail адресе суббуд. На e-mail адресе телеканала. И самая интересная история любви, которая покажется нам самой интересной, выиграет бесплатную съемку Love Story, бесплатную фотосессию от меня. И вы свои интересные, прекрасные, невероятные истории любви можете присылать в течение недели, дорогие телезрители. У вас есть небольшой промежуток времени. Хорошо. Давайте сразу сейчас вот какие рамки. Есть возрастные рамки, это какие-то пары сформированные, это вот только там начинающие. Либо любви все возрасты покорные и без ограничений. Все возрасты покорные. Хорошо, записываем. Хочется все-таки фотосессии, как я понимаю, от хорошего художника и фотохудожника. Расскажите, пожалуйста, Сергей, сколько лет вы уже занимаетесь фотографией? Я занимаюсь около трех лет, как бы это ни много ни мало. Начал заниматься с того, что мне очень было интересно смотреть, как создаются фотографии. Я смотрел на красивые фотографии, мне было важно весь этот процесс, и он был очень интересен. И я, недолго думая, пошел и купил первую свою камеру. Пытался повторить эти фотографии красивые. Но вскоре я понял, что мне это неинтересно повторять, и я начал пытаться создавать что-то свое. И учусь как бы до сих пор, потому что процесс обучения, он бесконечный, и он несовершенен. Жанр ваших фотосъемок, что вам больше всего нравится снимать? Это портретная съемка, это природа, благо в Крыму. Может быть, вы морянист, может, вы только море. Что вас больше всего цепляет? Мне больше всего нравится снимать любовь, отношения, чувства. Я снимаю очень много ловстори, свадьбы, и мне очень нравятся семейные съемки. Потому что у меня у самого семья, у меня есть малыш, сын. Ох, ему везет, в вашей семье. Так у вас фотограф в семье. И, наверное, ни одной фотографии нет. А сапожник без сапог. Но не так много, как у других. Вот сразу видно, мастер своего дела, сапожник без сапог. Есть такое выражение. По поводу, вот вы говорите об учении, это происходило само собой, вы саморазвиваетесь, самообучаетесь, или вы все-таки брали у кого-то уроки? Изначально, изначально это был интернет. Я все брал оттуда, учился там, потому что интернет это просто бездна информации, где есть все. И многие ребята, начинающие фотографы, не понимают, что там можно многому научиться, и это все бесплатно. То есть видеоуроки. Да, видеоуроки. А почему именно фотография? Не видеосъемка, где можно как-то масштабнее, допустим, и обширнее увидеть любовь. Как вы ее видите? Как вы ее чувствуете и понимаете? Фотография, потому что это момент. Это момент, который невозможно повторить, который единственный, и который несет себе какую-то эмоциональную составляющую, и несет себе историю, что немаловажно. А вы как фотограф, я сейчас такой чисто девчачий вопрос задам. Есть ли такие девочки, которым не стоит фотографироваться? Нет. В принципе, нет таких. Таких нет. А что нужно, что переживать внутри, чтобы хотелось фотографироваться? На самом деле переживать не нужно. Нужно расслабиться, довериться фотографу, а в первую очередь довериться себе. Так вы познакомились с женой. С женой? Ну, с женой мы познакомились на дискотеке. Хорошая тоже лав-стория. Ну да. Так расскажите все-таки по поводу фотографии. Вы три года занимаетесь. А почему вдруг решили прийти? Что до этого было? Вы до этого занимались где-нибудь около искусства? Нет, абсолютно нет. Рисовали, может быть? Нет, тоже нет. А почему вдруг? Вот сидели такие, я не знаю, род ваших занятий, наверное, сидели на работе в офисе и думали, «Фотографировать! Надо фотографировать!» И все, как пришла эта идея? На самом деле, недавно оказалось, что первый фотоаппарат у меня еще был в детском садике. Но я просто им игрался в песочнице, он был нерабочий. И, возможно, оттуда пришло... С детства еще как-то всплыло. Да, неосознанно, да. У нас есть небольшая нарезка ваших работ. Давайте их посмотрим. Это лав-стория, сколько понимаю, да? Давайте смотреть. Это история ребят. Они тоже фотографы, зовут их Алексей и Дарья. Мы с ними хорошие друзья. Они обратились ко мне за тем, чтобы мы вместе создали неповторимую для них историю, которую через много лет они будут смотреть, вспоминать, радоваться тем моментам. Черно-белые фотографии. Это вначале, да. Радоваться этим моментам и переживать их снова. Я приехал к ребятам домой. Для меня это важно, потому что я в целой картине пытаюсь создать историю целого дня, которая проживает пара, ну и я вместе с ней. Мы сфотографировали утро, как ребята просыпаются, принимают душ, завтракают, а потом отправились на прогулку. В этот раз мы поехали в горы, на Айпетре. Это была середина декабря, достаточно была теплая погода. Хороший крымский декабрь. Наша зима годовская, да. Вот. Немножко пофотографировались у подножия горы, там, ну, очаровательные пейзажи. А когда поднялись наверх, то мы застали невероятной красоты облака, которые были над всем южным берегом. А вот вам в какое время больше всего нравится фотографировать? Время года. Время года. Время суток. Время суток, да. Ну, больше всего нравится, это, конечно, лето, весна. Зимой тоже есть приятные кадры, потому что вот это вот середина зимы, можно сказать. А время суток самое благоприятное, это после обеда и до сумерок. Чему вы хотите еще научиться как фотограф? Есть ли у вас потолок? Конечно, развиваться всегда. Определены какие-то приемы, техники. Что бы вы хотели создать свое? У вас свой почерк уже имеется? Ну, возможно, это, конечно, не мне судить, но говорят, что немножко есть. То есть смотришь на фотографии, понимаешь? Ну, середина фотографии. Ну, узнаваемо немножко, да. А есть ли мастера, на которых вы равняетесь? Конечно, мастера есть. И я очень часто посещаю мастер-классы интересных мне фотографов. Это как в России. Ну, за рубежом только планирую, вот. Но чаще в России. И это очень быстро помогает развиваться и не стоять на месте. А вот какой вам нравится жанр? Там постановочная съемка или на напуле? Вот такая на прогулке вы. Чтобы эмоцию поймал? Мне нравится репортажная съемка больше всего. Но постановочная тоже имеет место быть. Например, вот в свадебной съемке. Потому что в течение всего дня в основном снимается репортаж, а какая-то часть, небольшая, это час или два, все равно уделяется постановочной прогулке. Без этого никак. Но иногда бывает, да. Как мастер своего дела. Скажите, пожалуйста, что нынче в моде? По фотографии. Нынче, как, в принципе, и всегда, и раньше, и будет в моде, это настоящие живые эмоции, это чувство, это теплота людей друг к другу. В основном, вот мы очень много говорим о том, что фотограф должен развиваться, о том, что у него должен быть, во-первых, я предполагаю, хороший аппарат, чтобы уметь это все передать, красивый взгляд, умышление. Но так мало того, что ты можешь с хорошим аппаратом фотографировать, нужно, чтобы еще люди смогли расслабиться. Да, это очень важно. Вы психолог? Как вы с этим справляетесь? Должен быть хороший психолог. Может быть, немножко справляюсь с тем, что я пытаюсь подружиться с ребятами, чтобы они пустили меня в свою атмосферу. И это их расслабляет, это им помогает. А есть какие-то приемы у вас? Приемы? Да. Которые точно срабатывают. О, так, есть какие-то приемы. Когда мы встречаемся с ребятами, я всегда спрашиваю их историю, их историю знакомства, их историю любви, чтобы они рассказали мне как можно больше о себе. И исходя из этого, я уже могу сделать какие-то выводы, в каком направлении мне ближе к ним подойти. И когда они рассказывают, они уже мне открываются и как бы становятся мы друг к другу ближе. Все-таки цепляетесь за личное. Сергей, вот скажите, сыну уже подарили фотоаппарат? Нет еще. Ну, все еще впереди. А сколько это? Хотя у него есть годик или два месяца. Фотоаппарат у ребенка уже есть. Пора. У вас-то был вот тоже в малом возрасте. И видите, во что это все вылилось, переросло. Пора уже прививать это искусство. У нас сегодня в гостях был Сергей Терещенко, фотограф. Конкурс, давай еще раз напомним о конкурсе. И еще давайте напомним о конкурсе нашим телезрителям. Конкурс состоит в том, что каждый телезритель может прислать свою историю любви. И мы выберем самую лучшую историю. И ребята, кто ее написал, смогут получить от меня в подарок бесплатную фотосессию. Вот так вот специалист по лавстории. Специалист, который занимается чисто отношениями влюбленных. Тот специалист, который может мастерски передать ваши чувства. Да, Сергей. Еще я хотел добавить, этот момент мы забыли упомянуть. То, что выставка будет посвящена не только ко дню всех влюбленных, но она еще имеет благотворительное начало. Точно, точно, это самое важное. Мы решили предложить людям, которые придут на выставку, возможность приобрести любую из фотографий, а вырученные средства отправить на благотворительность в один из детских домов города Симферополя. Поэтому все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Да, да. Те деньги, за которые вы будете приобретать картины на этой фотовыставке. Дело сразу обречено на успех. Сергей Тереченко у нас сегодня в гостях был. Вам большое спасибо за беседу. И вам спасибо. И утро у нас продолжается. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok